Здравствуйте, меня зовут Козельский Василий Станиславович, я индивидуальный предприниматель из города Омска. Сфера моей предпринимательской деятельности, кстати, вот он я. Если говорить о лице и фотографии, значит, сфера моей индивидуальной деятельности, предпринимательской по ВИСТРУ, это все, что связано с компьютерами, программным обеспечением, модернизацией, компьютерными сетями, безопасностью, видеонаблюдением. В общем, вся категория услуг, которые есть в реестре, касается компьютерного раздела, я их могу предоставлять населению, фирмам, что, собственно, и дело. Есть еще другие родные деятельности, но вот в данном случае разговор пойдет о программном обеспечении, СПО, о Линуксе. Полтора года назад, благодаря Алексею Романову и его каналу на Ютубе, я заинтересовался Линуксом раз в третий и достаточно успешно. То есть где-то примерно, ну, около трех-четырех месяцев у меня ушло на освоение Линукс по его видеоурокам, в частности, Линукс Минт версии от 17.1 до 17.3. Я экспериментировал с рабочими столами и, в целом, мне понравилось, то есть доходчиво, спокойно, без всяких там, скажем так, выпячиваний собственного я, человек объясняет, показывает, учит народ, как работать в другой операционной системе, что ничего там страшного нет. Вот. Но к этому моменту я уже был, то есть к моменту ознакомления с уроками Алексея Романова, я уже был неплохим пользователем даже выше среднего Windows. То есть, возможно, отчасти это тоже сыграло, вернее, сократило время перехода с Windows на Линукс и его освоение, соответственно. Вот. В общем, прошло полтора года, и за эти полтора года, ближе уже к концу года, я установил две школы и один детский садик, версию операционной системы Линукс Минт 17.2 Рафаэлла, значит, с окружением рабочих столов Цинамон и XFCE. Так, сейчас секунду, тут, 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 где-то, буквально недавно, где-то примерно месяца 3-4 у меня ушло на установку, ну, исходя из того, что учебный процесс в школах построен по-своему, вот. Мне пришлось под них подстраиваться, но в целом, то есть, как бы, я остался доволен. То есть, вот, в Ключевской, значит, среднеобразовательной школе, так, 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 где-то, 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 какое-то число у нас забыло. А, вот, 30-го, 0-3-го, 18-го, в прошлом месяце. То есть, я провел завершающий семинар, вот, как бы, ну, собственно, здесь X написан, можно посмотреть, при желании зайти на этот ресурс, почитать. Скажем так, в целом, я доволен. Linux, скажем, учителя ознакомились с тем, что такое Linux. В школе были попытки установки Linux лет 6 назад, но они, скажем так, успеха не имели, потому что у людей не было опыта. То есть, появился, как бы, я, поле случая, и, вот, сейчас, как минимум, Linux там стоит в двух учебных классах. Вот, определенный небольшой состав учащихся, я заинтересовал Linux и учителей, в частности. Вот, части учителей записал персональные флешки с Linux, и у них есть возможность попробовать Linux на флешках дома, вот, и на других компьютерах, ну, вернее, использовать его. Вот, то есть, как бы, в целом, определенный позитив остался, но и остались определенные вопросы. Вот, вторая школа, собственно, с которой все началось, это Харинская школа, вот тут общие сведения, сейчас я на ресурсе. Значит, тут директор барона Елена Геннадьевна, которая изначально, которая изначально дала возможность подобного рода эксперимента в ее школе, предоставила такую возможность установки Linux, вот. Значит, 31-го я провел там семинар-презентацию для коллектива. Значит, то же самое записал персональные флешки, и учителя имеют возможность не только пользоваться Linux на компьютерах школьных, но и имеют возможность использовать Linux на своих персональных флешках. То есть, вот, Харинская школа, здесь компьютеров оказалось меньше, в районе 11. Вот, в школе ТБК, поселка Ключи Омской области, здесь больше сотни компьютеров, вот. То есть, с первой школой, скажем так, я разобрался быстрее, там коллектив меньше, и было немного проще. А со школой Ключевской здесь процесс затянулся. Вот. Значит, с чем я столкнулся и в той, и в другой школе? То есть, я не ставил чистый Linux, как есть, в смысле, как одна операционная система. Я поставил в режиме двойной системы. То есть, оставив тот Windows, который был, естественно, немного поднастроив, вот, и поставив Linux второй операционной системы, сделав ее по умолчанию основной. То есть, учителя имеют возможность переходить при желании, как в Windows, так и в Linux под свои задачи. То есть, на 95%, еще раз повторюсь, Linux оставил положительные впечатления. Прежде всего, это сразу снимается вопрос лицензионности. Повторяться здесь не буду говорить долго и много. Мне кажется, тут все уже понимают, о чем речь. То есть, когда Linux стоит, ты никому ничего не должен, это категория СПО, все. То есть, лицензия свободная. Сколько хочу, где хочу, как хочу, столько и став. Именно это законодательное право. В случае с Windows всегда вопрос лицензии. А так как в российских школах с 2004 года она закончилась у всех повсеместно, соответственно, школы, как бы, используют не совсем легальные, легальные, выражаясь языком, компания Microsoft законодательное пропианное обеспечение, в данном случае пиратское. Но пока министерство об этом в курсе, директора уже давным-давно всех предупредили. Но пока вопрос висит, хотя по закону, по закону, естественно, не то, что школа, а вообще любое учреждение не имеет права использовать у себя Windows, любую Windows, если на нее нет документально проведенных актов о покупке лицензии, специальных дисков, и, соответственно, которые должны быть закреплены за компьютерами. Вот, иначе это просто нарушение законодательства, это пиратство, это уголовно наказуемое деяние. Ну, вот, получается, вся Россия не соблюдает у нас закон с 2014 года. По большому счету, он никогда его не соблюдал. Я думаю, не будет соблюдать. А если и соблюдается, то это формальность. Ладно, не будем. Они хорошие. Значит, с чем я столкнулся? С двумя трудностями. Вот, собственно, зачем я сейчас пишу это видео? Потому что мы с Алексеем поговорили. Спасибо ему еще раз за поддержку и понимание. Но качество звука видео оказалось... В общем, какое-то... Меня плохо слышно. Поэтому, собственно, я сейчас это видео записываю в другом качестве, и чтобы показать идею, кто есть и вообще, что мне нужно. То есть мне нужна помощь. По большому счету, консультационная. Я имею возможность умственную и техническую разобраться. Но мне нужна толчок, основа, от чего отталкиваться. Поэтому... Значит, какие проблемы? Проблемы две. Еще раз повторюсь. Это периферия. Периферия. То есть в школе много старых принтеров, сканеров. Дрова, на которые под Linux либо нет, либо у меня по каким-то причинам не получается их установить. Хотя вроде как все делаю с пониманием, правильно, ошибок не допускаю. Но, тем не менее, не работает. Вот. То есть проблема адаптации драйверов в старых принтерах и сканерах под современную версию Linux. В данном случае под Rafael 17.2. С окружением рабочих столов Целамон и XRCA. Вторая проблема – это Вайн. Говоря не столько Вайн, сколько адаптация Вайн под учебные диски, учебные программы, записанных на диски, которые поставляются в школы по определенной тематике, исходя из предметных задач. То есть по биологии, по математике, для первого класса, по русскому языку очень много дисков, естественно, написанных для Винды, в том плане, что файлы с расширением EXE, либо установочные, либо пакетные, или архивные, которые среди Windows, естественно, работают, среди Linux, они под Вайном либо не открываются, либо открываются частично, либо где-то не хватает какой-то DW-овской библиотеки. Я, может быть, где-то что-то пропускаю, не учу. В общем, проблема остается. То есть это вот вторая проблема, когда вставляет диск под Виндой в режиме вот этой двойной системы, учитель заходит, и он работает, а в режиме Linux, тут же заходя, он этот диск открыт, то он его откроет, но программа не запустится, это учебно, потому что, еще раз повторюсь, либо я допускаю где-то ошибку под Вайном, либо, ну, скажем так, может быть, я что-то не понимаю или делаю не так. Алексей, в принципе, дал такую точку для отправного, для размышления, что существует программа адаптации или перевода этих учебных, написанных под Windows, программ в Linux, но я, честно говоря, слышу про это первый раз и с этим не сталкивался, поэтому, если кто в этом специалист разбирается, ну, дайте хотя бы отправную точку, в дальнейшем я разберусь сам, мне проблема, то есть, уровень определенный позволяет, вот, поэтому, мне по большому счету нужна консультационная помощь вот, в данном вопросе, еще раз немножко о себе, значит, вся вот эта вот затея с Linux, она началась случайно, то есть, я пришел в школу, у меня ребенок пошел в первый класс год назад, пришел подавать заявление, кстати, вот, в Харинскую школу, и директор Харинской школы, и Елена Геннадьевна, барон, ну, в общем, скажем так, я посмотрел на то, как у них там работают компьютеры, сеть, интернет, и, в общем, все плохо, вот, безвозмездно я предложил ей все это привести в порядок, а потом предложил поставить операционную систему Linux, то есть, у нас дала согласие, вот, что, собственно, в дальнейшем было произведено, то есть, установка, настройка в режиме двойной системы, и вот в отношении этой школы я спокоен железобетон, в том плане, что там, во-первых, меньше компьютеров, и у меня вошло на это меньше времени, то есть, мне еще помогал мой товарищ и компаньон, вот, значит, и коллектив этой школы, он с пониманием, и интересом отнесся к установке Linux в школе, то есть, плюс, когда я им записывал еще персональные флешки, то есть, у них возник определенный мотивационный интерес использования данной операционной системы, вот, а школа вторая, Ключевская, там, еще раз повторюсь, процесс затянулся надолго, и много учителей, честно говоря, я устал, в том плане, что это был эксперимент, и в рамках эксперимента он затянулся, но тем не менее, результат и там, и там просто, вот, в Харинской школе он более результативный с моей точки зрения, а в Ключевской школе он тоже результативный, но коллектив более, короче, тяжелых, когда много народу, скажем так, вот, и по большому счету есть еще другая проблема, она такая чисто психологическая, то есть, учителя, учителя, они в любой школе, то есть, я сам в прошлом учитель биологии по образованию, они настолько запарены вот учебными задачами, что даже если появляется что-то интересное, там, какой-то человек Линуксу в школе интересно, да, у них нет времени на то, чтобы сесть, разобраться, то есть, и те учителя, которые, ну, скажем так, времени больше, они без проблем переходят на Линукс и пользуются как подучебной задачей, так и дома, а те, у кого времени нет, ну, у них просто нет времени, то есть, это проблема еще и занятости в плане освоения Линукса, к тому же, Линукс постоянно развивается, он растет, и здесь еще и четвертая проблема, это поддержка, техподдержка, консультационная, техническая и обучающая, поддержка педагогического состава, вот, значит, этот тоже момент имеет значение, Егор, закрой дверь, пожалуйста, закрой дверь, я разговариваю, пишу видео, я тоже тебе хочу что-то сказать, можно включать, вот, извиняюсь, дети, ребенок пошел включать компьютер, осваивать Линукс, да, кстати, вот, ученик первого класса спокойно работает под Линукс, ну, выполняет свои, естественно, ученические, детские там задачи, что ему нужно выйти в интернет, вот, ну, ладно, поэтому, целью моего, вот, этого видео, это более качественный звук, показ моего лица, кто я есть, вот, что я делаю и сделал, и зачем мне это надо, значит, ну, кто я есть, уже понятно, индивидуальный предприниматель, занимающийся, например, представлением компьютерных услуг для населения и фирм, в частности, вот, в данном случае по его сиде внедрение Линукса в образовательное учреждение, в частности в школы, то есть для меня это и коммерчески интересное направление, вот, и творчески тоже, потому что Линуксом я заболел, я им пока болею, думаю, что болеть буду еще долго, мне это интересно, и, опять же, в рамках собственного лица, кто и есть, вот, моя страничка ВКонтакте, то есть, как бы, есть другое мое профессиональное увлечение, это боевое искусство, но сейчас речь не об этом, есть, вот, мой интерес, в данном случае, это продвижение Линукса в образовательных учреждениях, и я, я пробую, я это делаю, у меня это получается, настолько, насколько получается, вот, значит, мне нужна помощь консультационная в основном, вот, собственно, за такой помощью я обратился к Алексею, что смог, он сделал, спасибо ему, то есть, выложил наш разговор с ним, видео, себе на канал и на свой официальный сайт, так, ту-ту-ту-ту-ту, где он, Линукс Линукс, Роман Акадексей, вот, у него сайт, вот, он тоже меня тут осветил, за что ему спасибо, ну, в таких рекламных на злоколитетных целях, но, тем не менее, то есть, спасибо ему еще раз, вот, теперь, как бы, немножко предметно, о результате, который получился, так, давайте, вот так сделаем, то есть, я вам сейчас покажу то, что я сделал, собственно, сами мои сборки, которые я сделал сам, но на основе уроков Алексея, для школы, так, где мне, значит, вот, для детского садика две сборочки, для школ ключи, для Харина, ну, я сейчас формально продемонстрирую вам, как бы, на самом деле, они одинаковые по начинке, вот, потому что, так, ладно, сейчас покажу, по начинке они одинаковые, разница только, естественно, в учетных записи, и их именах, опять же, все, что я сейчас делаю, в операционной системе Linux-17.2 Рафаэлла, это мой компьютер, ноутбук, все здесь я сделал сам, от начала до конца, в плане, от настройки, до создания, образа, живой системы, но, почему я это говорю, я сделаю это на основе уроков Алексея Романова, то есть, имеет значение, с чего ты начинаешь, если это начинание имеет под собой определенную простоту, качество и доступность, это прям неоценимый вклад, скажем так, в развитие идеи Linux. Поэтому еще раз Алексею, спасибо. Так, давайте начнем, наверное, с Харинской, с первой школы. Так, вот он мой первый образ, модифицированный. Так, это у нас, а, ну, сейчас посмотрим. Значит, почему два окружения рабочих стола я выбрал, XFCE и XCinamon, ну, я думаю, для многих понятно, XFCE он такой, отсекающий не нужен, все, и на слабых компьютерах нормально работающий, а Xenamon, ну, красивенький, со всякими наворотами, на самом деле, очень удобный. То есть, мне больше Xenamon нравится. Вот, учителям, кстати, тоже. Но для простоты, для удобства, естественно, если компьютер не сильно мощный, то лучше использовать, конечно, XFCE. Так, сейчас у нас запускается сборочка, значит, вот, для Харпинской школы. Так, 1,2. 32-бидно, естественно, потому что, как правило, большая часть компьютеров имеет объем памяти до 3 гигабайт, слабую видеокарту и 64-бидную операционную систему туда ставить без смысл. Так, ну вот, собственно, как выглядит то, что я сделал. То есть, по меню. Ну, конки понятно. Четыре рабочих стола, что очень удобно. Вернее, рабочей комнатностью. Рукидок, вернее, кайродок вынесен здесь. Вот, в частности, обратите внимание, да, у меня свой рукидок, кайродок, то есть, вендио рукидок. Вот, то есть, это под мои задачи. А под учебные задачи, то есть, я его отдельно сделал, уже вывел на нижнюю панель, значит, меню, то есть, что необходимо учителю. Доступ к приложениям, что отсюда, вот, по категориям, что из панели меню. Дальше, значит, выход в интернет, дубригис, это карта городовского. Офис, просмотреть какую-то фотографию, открыть, сделать скриншот экрана, либо скриншот страницы, открыть какой-то звуковой файл, и видеофайл проиграть. Все, вот она работа. Лишнего, по большому счету, им не надо, чтобы они не путались первым. А если надо, они зайдут в меню, в аудио, видео, найдут то, что необходимо, в графике, кстати, вот по играм, я поставил несколько образовательных элементов, в частности, обучающих, компис, поставил, значит, Stellarium, клавара, Tuxo по математике, в офис я добавил, значит, параметры сканирования, ну, и работы с PDF-документами, параметры, но здесь еще не все, кстати, добавил, это в другой сборке. Теперь вот он, проблема с вайн, то есть вайн я поставил, насколько я смог, я его адаптировал, но, опять же, не все программы, вот учебные с этих дисков, идут под вайном, не все, то есть, что с этим делать, ну, подскажите, пожалуйста. Вот, и по периферии, еще раз повторюсь, то есть, допустим, подключаю я принтер, или инфеушку, или сканист старый, да и особенно, значит, захожу куда, захожу, естественно, принтеры, ну, если это принтеры, и дальше уже настраиваются, выполняя стандартные действия, вот, и, ну, скажем так, на старых версиях принтеров, сканеров, они либо определяются некорректно, либо определяются, но не работают, в общем, вопрос остается, вплоть до того, что я в сети читал, что ребята писали свои дырова, вот, линуксоиды, кто пользуется, под определенные модели, потому что их просто не существует, в природе, под линукс, вот, как мне объяснили, вот, значит, по удобству, что я старался учесть, еще, то есть, старался минимизировать, чтобы учителя не загрузить, это кнопка выключения, переключения, звук, время, рабочие столы, рабочие области, для удобства распределения задач, доступ к офису, к видео, к аудио, к фотографиям, к интернету, вот, в верхней панели, у нас, калькулятор, блокнот, посчитать, и, файл, менеджер, для доступа, собственно, к информации, вот, в меню, значит, черри, при необходимости, для составления заметок, значит, менеджер программы, синаптик, параметры системы, терминал, стандартные кнопки, ну, и тут, по категории, я уже добавлял, то, что считал нужным, необходимым, в частности, это программа записи, создание, значит, загрузочных флешек, программа Multisystem, работа с PDF, вот, создание, ремонтирование сообразов, весь офисный пакет, образовательную составляющую, интернет, Skype, значит, торрент, при необходимости, выход в интернет, Firefox, по умолчанию, значит, Игорь, еще раз повторюсь, ну, Playin Linux, я ему тоже среду поставил, хотя она, по большому счету, уже нежна, но под определенные задачи, нет-нет, бывает и надо, в графике, работа с, DJVU, PDF, сканирование, GIMP, просмотрщик изображений, там, который позволяет редактировать, и просматривать, то, что необходимо, в плане фотографии, еще раз, что я ставил, Linux Mint 17.2, файл 32-битное, ядро 3.16, имя компьютера, значит, здесь вывод, температура процессора, температура жесткого диска, значит, файл подкачки, кстати, иконки взяты от Алексея, еще раз спасибо ему, это образ, цинамон, значит, теперь мы выключим, и загрузим, XFCE, той же Харинской школы, на другой, так, где он, где он, вот он, открыть, запустить, так, он грузится, собственно, вот на рабочие папки, которые, в которых уже готовые весовы образы есть, то есть, вот для детского садика Кельчевского, вот они два рабочих образа под, значит, цинамонным окружением, рабочего стола, LMC и LMS, 3-битные 17.2, ну, здесь для сокращения я ему писал, что есть, то есть, это Wine, Play, Linux, Office 531, и набор, который я посчитал, нужно включить для работы, начинательском садике, для школы, вот в поселке Ключи, вот они рабочие лесообразы, в двух вариантах, тоже, окружение рабочее, оставаться на MonXRCE, везде 30-битные, и для школы Карина, вот они 4 базовых рабочих образа, то есть, вот это мой результат, опять же, еще раз повторюсь, остались вот эти незавершенные два момента, в плане которых я прошу помощи у любителей, у профессионалов, у знающих, тех, кто разбирается в Linux, то есть, это адаптация, либо Wine, как учебные диски, либо адаптация этих, или модификация этих программ для среды Linux, без участия в Wine, и периферия. Ну, с периферией, в принципе, на самом деле, все понятно, просто здесь вот этот, извиняюсь, геморрой, блин, он решаем, но средства у школы, как правило, ограничены, и здесь, ну, в общем, вопрос с периферией более или менее, опять же, он понятен, а вот вопрос с адаптацией учебных программ мне он совершенно не понятен. Вот, значит, вот ситуация такая, помогите, пожалуйста, кто может и хочет, кому интересно, то есть, через Алексея я выложу ссылки, ну, или там, как, спрошу у него, как лучше, вот, выкладку по, по периферии, то есть, с такими трудностями, принтерами, сканерами, столкнулся, и с программными вот этими учебными, с дисками. То есть, в данном случае, вот это видео я ему отошлю, вот, то есть, как бы, чтобы он его выложил уже, чтобы народ услышал его видео, потому что то видео разговора с ним, и наше, когда мы с ним разговаривали, оно, по качеству, в общем, такое, то есть, его-то слышно нормально, вот он говорит, а меня слышно плохо, поэтому, поэтому вот так. Ну, на данный момент, по результату, тут вот народ, народ ничего не понял, потому что ничего не слышит, но Алексей вот пишет, но, в общем, повторяться не буду, я думаю, что я уже все сказал. Значит, мой интерес какой? Мне стало интересно, я увидел, что это, это полезно, это полезно школе, это полезно детям, Linux вообще развивает мозги, очень хорошо развивает, это я по себе понял. То есть, Винда, она, ну, как бы, ругать эту систему я не буду, да и смысла в этом нет, вот, Винда создает некое напряжение, которое, которого в Linux просто нет, напряжение имеется в виду, чисто, психолога, законодательного характера, когда ты, блин, постоянно, в особенности, работаешь с организациями, у тебя галочка, что так, лицензия, лицензия, ну, кто знает, тот меня поймет, ну, в смысле, не кто меня знает, это кто сталкивался со спецификой лицензионности Linux, то есть, тот понимает, о чем я говорю, а Linux в данном случае, он дает свободу творчества, это ты как конструктор, и ты инженер, ты то, что ты хочешь, что ты исследуешь, вот, поэтому, значит, я буду пробовать, и делать, и развивать, и внедрять Linux в образовательные учреждения, так или иначе, мне это понравилось, я увидел результат, живой, на школах, на учителях, директорам нравится, потому что снимается вопрос лицензионности, перевод школы на СПО, на свободное программное обеспечение, ученикам нравится, потому что что-то новое и интересное, и в целом, школа приобретает независимость, ну, либо учреждение, когда там стоит Linux, другое дело, это как бы техподдержка, консультационная поддержка, и обучение персонала, это тоже нюансы, но в целом, дело благое, хорошее, плюс, для меня, как для индивидуального подпринимателя, еще и коммерческие, выгодно и интересно, к тому же, поле деятельности огромнейшее, то есть вся Россия, вот, в любую школу заходи и делай, вот, и здесь, чем больше подобного рода энтузиастов и предпринимателей похожих, либо заинтересовавшихся, вот, само идея будет, тем будет больше пользы им, для нашей системы образования, вот, для детей наших, ну, и для России в целом, ну, и для русскоязычного населения, в том числе, если выражаться словами Алексея, вот, собственно, ну, что, ну, ну, все сказал, в общем, все показал, записал, вот, так что, так что, а вот, ну, давайте, запустилась машинка на XRCE, так, это у нас тоже парень, покажу, и закончим видео на этом, здесь я выявил нижнюю панель, кстати, вот я выявил сразу сканер рабочую, в смысле, программу для сканирования, по работе с PDF, доступ к офису, естественно, я не стал делать в XRCE, кайродок, нижнюю панель сделал, ну, чтобы ресурс экономить, вот, в остальном, по набору программ, все то же самое, тут желаем, по графическим, значит, моментам, по играм, по инструментам, по мультимеди, один в один, что, окружение рабочего стола, ценам, то есть, начинка набора, программа одна, окружение рабочих столов, немножко разное, только и все, то есть, как бы, вот, еще раз, Linux, интерфайл, 32-битная, 316, Android, компьютер школа Харина, время работы, температура, процессор, подкачка, оперативка, рабочие моменты, выход в интернет, ну, вот так, там, закрываем, значит, спасибо за, заочно, всем тем, кто отправит, или не отправит, какую-то информацию, мне, либо Алексею, либо вот, на канал, спасибо, до свидания, до свидания, до свидания,